Управлять локомотивом задача не из простых, но с ней прекрасно справляется Эдуард Дик, машинист тепловоза Усольского калийного комбината и его напарник Иван Миков. От того, насколько слаженными и четкими будут действия машиниста и составителя поездов, и будет зависеть результат конкурса профессионального мастерства. Сегодня в центре внимания 12 человек, представители Усольского калийного комбината, Белореченских минудобрений, Невинномысского азота и промышленной группы Фосфорит. Они уже победители, но пока региональных этапов на своих площадках. Практический этап конкурса поможет определить лучших из лучших в номинациях «Монтеры пути» и «Локомотивная бригада». Здесь представляется уникальная возможность подчеркнуть, возможно, какие-то знания у, так сказать, коллег с других предприятий. И также есть возможность своими знаниями поделиться. Конкурс «Лучший по профессии» проводится в Еврохиме ежегодно. Его цель – повысить значимость рабочих профессии. За происходящим пристально наблюдает профессиональное жюри. Конкурсанты с поставленными задачами справляются. Технически больших вопросов, нюансов, ну, скажем так, не складывается. Все идет, в принципе, в штатном порядке. А вечером, когда все задачи выполнены, участники конкурса, организаторы и судьи собрались в дружеской обстановке, чтобы подвести итоги и наградить лучших из лучших. Так в обеих номинациях «Монтер путей» и «Локомотивная бригада» победителями становятся сотрудники Усольского калийного комбината. Я ни минуты не сомневалась. Муководство цеха, железнодорожного цеха и сами работники этого цеха, они постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. Конкурс «Лучший по профессии» – не только своеобразная проверка знаний участников, но и отличная возможность подтвердить на деле свое право называться лучшими и повысить свои шансы на карьерный рост. Евгений Шаров, Евгений Казанцев, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.